Сокарев Михаил Юрьевич, эксперт, 23 сентября 1974 года, город Александрия, Кироградская область, город Александрия, улица Металлиста, 13, высшая, Днепропетровский город Инседург, инженер-механик, специализация технологии машиностроения. На мобилизации работал оценщиком на частном предприятии, которым я являюсь в Солодеце. Частное предприятие «Рекольмест», 066-107-2027. Мать Сокарева Людмила Ивановна, 15 марта 1951 года рождения, проживает в городе Александрия, проспект Соборный, 209, квартира 203. Миссионерка. Жена Сокарева Юлия Сергеевна, 21 февраля 1986 года рождения, работает секретаршей на моем предприятии. Дети. Старший сын Сокарев Роман Михайлович, 5 августа 2007 года рождения. Второй сын Сокарева Евгений Михайлович, 11 апреля 2015 года рождения, учитель в школе. Старший лейтенант. Я пошел во второй отдельный танковый батальон, приданный 53-й бригаде. Командир танкового взвода, старший лейтенант. Находились рядом с Очеретином, было село Прогресс, там разбитый, заброшенный консервный завод. Находились вокруг него. ППД Гончаровская. Бережим не было, уже было подписано на перемирие, нас отвели и приезжала в БСЕ, проверяла наличие. Работала сынщиком на частном предприятии реку Минск. 25 февраля призван Александрийским ТЦК, и так как танковых мест не было, направили вовну, созданный в нашем городе, 165-й батальон, территориальная оборудовщика. Суббосператрибалка. Должность, командир взвода огневой поддержки, роты огневой поддержки, старший лейтенант. Мы занимались тренировкой бойцов, которых не было в начале военной танковки, у КМБ, так сказать. И учились инженерные сооружения, взводные, опорные предприятия. В мае 22-го года мы выехали из ППД города Александрия, под Марганец, на берег Каховского захоронилища. Занимались недопущением прорыва противника и наблюдением за водной гладью с целью недопущения прорыва. Здравствуйте! В ноябре 22-го года мы выехали, переместились на границу Днепропетровской и Херстанской области. Населённый пункт Марьянка, Новогоранцовка, Сокоровка, Золотая Балка. Та же самая задача. Взводим ротные опорные пункты на берегу, не допущение прорыва противника. Там мы находились до 30-го октября 23-го. Нас отправили в помощь первой танковой бригаде. Мы прибыли сразу, тут все посадки села заняты. Мы прибыли в населённый пункт село Толсое. Пробыли там 3-4 дня. Нашли ближе к линии столкновения, нашли другое село. И там рядом в посадке много брошенных блиндажей и компонировок. Село Воскресенка. Нас отправили группа из 5-ти человек. Вчера какой выбор? В ноябре 23-го года нас отправили в помощь первой танковой бригаде. С целью днём наблюдения, ночью рейти позиции для стрелков. Везли нас на пикапе, высадили, сказали вон там посадка. Пошли посадку в темноте, прошли чуть-чуть дальше. И попали на российские войска. Которые открыли огонь. Но я пытался сказать, что думал, что это наши. Показывал, кричал свои. Руку показывал синий ленд. Но они продолжали стрелять. Блин завидел. Время не было только одного. Командир роты. Пятелевский Константин Георгиевич. Капитан. Позывной Метал. Замкомандира роты. Радышев Максим Викторович. Позывной Хан. Старший лейтенант. Командир зенитового взвода. Старший лейтенант Андрушко Алексей Анатольевич. Позывной ЗУС. Свят. По-моему, фамилия Макаренко. Капитан. А, это командир второго взвода. Сержант Шапиленко Максим Викторович. Позывной ТАПик. У меня два ГСА. Три ПКМа. И два РПГ-7. В этом взводе, это не наша рота, он отдельный взвод. Там три 120-х миномета. И партизаны. Это запуск града единичных там. В зенитном взводе есть пушка. С-60. 57-го калибра зенитная. Потом есть... Она находится на ЗИЛ-130. Потом на базе Газельки есть спаренный пулемет КПВТ-2. Потом есть пушка шведская Л-70. Но она стоит далеко. Где-то под Кривородным рожьем. Охраняет подстанцию. Вот шахида. Здесь две стрелы. Две пускайных установки и стрелы. ДШК. Три ДШК у них есть. Пулемета... 65%... Пушек. 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 Сочи, вот это первые выходы. Ухудшается намного Там мы стояли, там было через водохранилище 3-4 километра Тут сразу поправили в такие Нам сказали, что мы едем на вторую линию в поддержку А нас уже вправили на первую линию Мы пытаемся разговаривать, приглашаем в заполито Мы считали 45 лет Наши люди не обучались У нас только старший боевой медик ездил на обучение в Норвегии Медицине, практической медицине Моторолы 44-20 Английский на школьном На тренировках ставили 4-5 АК-74 ВАГС ВРПГ ВКМ Ну, танк Т-72 И ездить, и стрелять Машин было хорошее, не издевались, оказали первую помощь В течение Два раза перенапонировали И наложили шею Ну, на другой никто не издевался Если попадаете в такие условия, то лучше сразу издевайтесь Не издевайтесь Верпии Вдох Играет музыка Продолжение следует...